МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На выставке авторских кукол, проходившей во второй раз, свои работы представили 28 мастеров из Острогорска, Воронежа, Москвы, Старого Оскола. Кукол очень много. Куклы разноплановые. Есть большие, есть маленькие, есть текстильные, есть смешанная техника. В этом году у нас есть куклы из папье-маше, которые я и Светлана Усянова делали на мастер-классе Нелли Олейниковой по технологии художника театра Образцова Наташи Лопусовой Томской. То есть это для Острогорска как бы нонсенс. Это новые куклы. Это моя последняя работа. И как раз-таки кукла из папье-маше «Морис», то есть возлюбленная в переводе с французского. Работать было очень интересно. Ну, довольно трудоемкий процесс, но очень интересный. Много нового узнала, новая технология. То есть для меня это, ну, большая радость. То есть то, что я узнала о новой технологии, учиться никогда не поздно. То есть если будет возможность еще что-то узнать, допустим, фарфор, я бы с удовольствием посетила мастер-класс по фарфору. На изготовление одной куклы у их авторов уходит полтора-два месяца времени. Именно столько работало над каждым своим экземпляром из проекта «Альденбургские. Образы прошлого» Наталья Скрипникова. Эти куклы в настоящее время экспонируются в дворцовом комплексе замки принцессы Евгении Альденбургской. В Острогурске они находились лишь один день, когда открылась выставка. Проект еще не закончен. Здесь будет еще один член семьи. Это Ольга Альденбургская, сестра Николая II. Идея возникла, в общем-то, навеяна была как раз дворцовым комплексом. То есть уникальное совершенно сооружение Воронежской области, да и в принципе в России тоже. И близкое с детства мне по духу, в общем-то. Я и отдыхать туда ездила, и с детства прогуливалась, было на вилу. Замок, сами понимаете, да, принцесса. Имя Светланы Устьяновой знакомо многим острогорцам, поклонникам художественно-прикладного творчества. Изготовлением авторских кукол она занимается несколько лет. Светлана Александровна – одна из первых учениц Натальи Рублевской. Достойное восхищение ее новые работы, представленные на выставке. Образ волны – море, любимый в ее творчестве. Неслучайная кукла «Волна» – участник выставки, организованной журналом «Кукольный мастер», победитель в номинации «Полет фантазии». Здесь еще представлена новая работа. Она очень интересная по своему, по длительности работы над ней. То есть это работа с мастер-класса. Мастер-класс проходил вроде Воронежа. Мастер-класс у Нелли Олейниковой. Это девушка, которая отучилась в Москве при театре «Кукол образцово». Есть художник Наталья Лопусова-Томская. У нее прекрасные куклы, необыкновенная пластика, необыкновенный костюм сказочный. Она создает эти образы. Я была всегда в таком восторге от ее творчества, когда узнала, что человек приехал, отучился в Москве именно в ее школе. Мы сразу же, получается, с Натальей Руглевской попали на ее мастер-класс. Были так счастливы, у нас всего три человека было. И вот в течение трех месяцев мы изучали особенности этой новой техники. Это, казалось бы, старая техника папье-маше, но именно папье-маше с древними традициями. То есть куклы до 300 лет сохранности, натуральные клеи, специальная технология окраски, сложность до 15 слоев покрытия окраски. То есть, но потом уже ее можно передавать через поколение в поколение. То есть здесь представлен творческий именно образ авторский, но именно кукла с мастер-класса. Куклы с характером, сказочные, фантастические, мифологические персонажи. Куклы в народных костюмах и изысканных нарядах, поражающие величественностью и красотой. Первым посетителям выставки есть на что посмотреть и что оценить. Надежда Стетлер, жительница Франции, отметила высокий уровень мастерства выставленных работ. Я приехала сюда к своей маме, потому что родом из Воронежской области тоже. Естественно, мне очень было интересно увидеть и показать моим детям, которые родились уже там, своему мужу, настолько оригинальные работы, интересные работы этих авторов. И во Франции я открыла, кстати, русскую ассоциацию. Я президент этой ассоциации. Вот поэтому мне было также интересно поговорить с несколькими авторами. Может быть, я думаю, такая выставка сделала бы фурор просто у нас. И я очень счастлива, что это происходит в таком небольшом городке, но в таком уютном маленьком городке, и что такой интерес вызвала эта выставка у всех жителей. Возможно, по замыслу организаторов, выставка авторской куклы станет традиционным мероприятием в программе празднования Дня города. Ну а полюбоваться творческими работами кукольных мастеров на выставке, посвященной 361-й годовщине Острогожска, все желающие смогут до 15 сентября.